Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. С момента отсчёта пошла 33-я серия. Вы меня можете поздравить. Ещё одно мировое открытие, принадлежащее скромненько, как бы не стыдно говорить, что оно мне принадлежит, стало реальностью, но немецким стало. Начнём по порядку. Я не случайно это говорю. Со свиным рылом трудно, сами знаете. Вся Россия сейчас со свиным рылом. И нужны прорывы. Например, в сельском хозяйстве прорываться уже дальше, казалось бы, некуда. Я вынужден повториться по принципу, как тот юморист анекдот нам рассказал. Помните, Государственная Дума в трёх чтениях принимает закон. Первый раз прочитали и не поняли ничего. Второй раз прочитали и не поняли. Третий раз наконец поняли. Вот это вторая попытка. Ещё раз. Ниже я расскажу, что там творится в академиях наших. А пока я низкокланяюсь Владимиру Ваякову, профессору, за эту фразу, которая является, пусть опосредованно, пусть как-то словонамёком, на то, что одно из глобальнейших мировых понятий, на чём держится всё, весь мир, это то, что, откуда зародилась жизнь на Земле. Вот. И она уже с 84-го года, на самом деле, ой, 2014 года, на самом деле, раньше ещё, если копнуть, принадлежит мне. И ещё Латинко, который мне помогал. Так вот. Значит, вот это вот я вынужден это повторить, потому что сейчас ещё никто это не украл, но украдут точно, потому что словонамёки, уважаемый Владимир Ваяков, это сильно мало. Вот. У вас сейчас есть для продолжать эту тему, вот, и стать академиком. А может, вы уже академик. Вот здесь написано «профессор МГУ». Так. Или вас попросят в отставку, потому что вот сам атеизм, он какой-то жутко фанатичный, какой-то он яростный. Вот. Ему такое впечатление, что если даже Бог на небе появится, вот, они скажут, это спецэффекты. Так вот, значит, вот это вот, ещё раз повторяюсь, теория о происхождении жизни на планете Земля. Вот она. Ещё раз можете прочитать. Так. Теперь скажете, ага, один уже задал такой вопрос. А нам-то с нашими этими инфляцией и этим самым, с жизненьким субсиком, какое дело до молекулы супового первобытного сбора, а такое, когда это будет принято, начнут делать специальные растворы, так как мы тоже имеем силой каркас человек, и в специальных растворах по своим каркасам будем отращивать руки и ноги. И приоритеты тут будет уже не наши. Теория теории, а до ней должна следовать практика. Это не шутки. Вот. Если бы, я бы уже лишний раз, да, если бы у меня глава в книге, попробуйте теперь, украдите. Но дело в том, что дальше-то что? Вот. Вот за этими намёками должны последовать более серьёзные дела. Исследования, расследования, опыты. Вот в чём дело. А почему я так говорю? Потому что последовала следующая сенсация перед вами. Помните, хоть Минхаузен, он как бы считался вралём, но мне понравилось его это самое, где у него подвиги были по расписанию буквально. Итак, следующий момент. Он касается нас, садоводов, и тоже является одним из краеугольных камней природы, биологии, ботаники. Итак, сейчас сразу скажу, почему вдруг я к этому вернулся. Итак, значит, существует уже статья о том, что культурные растения появились раньше человека. В готовом виде. Так. Вот. И вся вот эта вот культура, вся практика их гибридизации. Видите, тут путём гибридизации, селекции генной инженерии. Всё это вторично, всё это не так. Я это уже давно доказал. Вот. И казалось бы. Ну и что, что сегодня не обращалось. Та же, как тут появились намёки, и лет через 50. Видите, такое же слово появится. По отношению уже, это, здесь, что уже, даже не называемая фамилия, что появились намёки, что культурное растение. Ну и так далее, и так далее. И что? И зачем это надо? А затем, что? Внимание! Чему я клоню-то? Во вторник. Вот. Россия, так и называется. Радио, радио, канал Радио Россия. Это крупнейший, самый главный канал России в нашей стране. В новостях сказал следующее. Вот среди там этих всех опять стрельба, там эти аварии. И вдруг, ни с того ни сё, слушаю, еду в машине, примерно третьей-пятой минуте. Своими ушами слушаю. Немецкие учёные путём анализа доказали. Заметьте, они доказали, а? Они мы со свиными рылами. Вот. Что, цитирую, такое забыть невозможно. Что культурные растения появились вперёд человека. И вовсе не выведены человеком. А ведь это не шутки. Смотрите, друзья. Вот. Фактически. Я не говорю, что они у меня что-то украли. Просто это никому даром не надо. Это даже, я не уверен, что об этом узнают вообще эти самые академики. Они живут в другом мире. Вот. А они далеки. А мы нет, мы недалеки. Смотрите сюда. Я, кстати, дальше пойдём по теме, как обычно. Письма, вопрос, ответы. Всё будет. Но поймите, сейчас только шестая минута разговора идёт. Вы понимаете, вы присутствуете при мировой сенсации. И уже не первая. У них ещё много. Я могу, это, в течение недели, двух, каждый день такие выдавать. Вот. Вот. Вот сейчас смотрите. Вот это вот фотогалерея. Вот. Вот это мной получено. Каким путём? Ой. Мы уже всё знаете. Давайте полюбуемся. Вот. Вот это фотогалерея. Вот. Видите? У Мичурина не читали? Нет. Знаете, как он пишет? У него появился термин «порча» со рту. Вот они испорчены. Смотрите. Вот они испорчены. Вот. А фактически я создал условия, при которых они восстанавливаются до райских тех самых, которые в Библии. Это ещё не всё. Смолотым, смолотым. Вот. Видите, как в литровую банку три абрикоса влазит. Вот. Видели? 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 Кстати, самые яркие фотографии украдены сотнями. Они теперь фигурируют на сотнях сайтов. Ну, дальше пойдём. Вот ещё. Это только были последние. Не последние годы. Вот. А ещё выше и ниже. В общем, поняли, да? Ну и что? Прививками портятся? Нет. Вот. Сеянцы могут вернуться в состояние предельной крупности или вкуса. Могут. Вот. Это я доказал своим путём. А есть такое понятие, гистохимия. Я дальше сам не знаю, о чём говорю. Но это всё было проделано немецкими учёными. Они пришли к такими выводами. Приоритет за кем? Правильно, за немцами. Про них сказали по радио, а про меня же услышите? Ага. Только это самое там... Ладно. Совсем грустно будет, если я продолжу тему. Вот он, ещё одно открытие. Вот. Значит, по поводу того... Первого... Вот. Оно, конечно... Ну, да, жалко, что никому это не надо. А ведь оно доказано. Ладно. Продолжение следует...